Всех приветствую на канале Пусть Богача, меня зовут Евгений и в этом видеоролике я расскажу вам про очередной airdrop под названием Corelm и он будет для всех тех у кого будут токены Solo. О том как бесплатно получить токены Solo я рассказывал вот в этом видеоролике, можете посмотреть его и ссылку на него оставлю в описании под роликом. У нас же на обзоре будет сейчас очередной airdrop под названием Corelm, токены Core будут начислены всем тем кто будет держателем токеном Solo. Все это сделано для того, чтобы после airdrop Solo токен не скидывали как это сделали с токеном Sankbird, который взлетел сперва до 55 центов, а теперь торгуется по цене 20 центов. В общем чтобы такого не произошло и цена на токен Solo так же резко не упала как на токен SGB, они придумали очередной airdrop. Этот airdrop называется Corelm и о том как получить данные токены я расскажу в этом видеоролике, никуда не переключайтесь, мы начинаем. Если заглянуть немножко назад, то Sologenic уже рассказывал о предстоящей новой сети блокчейнов Corelm и ее предложении по архитектуре. Экосистема и технологии Corelm создаются сообществом для сообщества, проект запускается без первоначального предложения монет или какой-либо продажи токенов, поэтому будет очень хорошо получить эти монеты, поскольку все те кто их получат будут иметь их вообще абсолютно бесплатно во-первых, а во-вторых не будет смысла их скидывать сразу, потому что здесь все очень хитро, давайте разбираться. Для чего все это вообще сделали? А сделали это с одной лишь целью естественно, чтобы привлечь сообщество к участию в новой экосистеме, то есть в Corelm. Собственно поэтому и придумали airdrop. Airdrop составит 20% от общего количества монет, которое перепадет сообществу Sologenic и собственно всем тем, кто будет держать токен Solo. Но стоит сразу заметить, что монеты не будут начислены моментально и все это будет происходить постепенно в течение 371 дня. Еще 30% распределяют между теми, у кого будет токен Core, в соответствии с планом распределения от 12 до 36 месяцев. Если посмотреть на таблицу распределения токенов, то 70% достанется комьюнити. 20% держателям токенов Solo, 30% держателям токенов Core, 10% вознаграждения валидатором пулов и 10% DA разработчикам. 30% я так понимаю, что остается у разработчиков проекта, но главное, что 70% они раздают совершенно бесплатно. Но чтобы получить монеты Core, нельзя продавать токены Solo. Система будет делать один снимок в случайный день и все это будет происходить в течение 371 дня. И первый снимок планируется сделать случайно время с 24 по 31 декабря. И как видите, все это сделано не случайно, поскольку 24 декабря будет сделан снимок балансов Solo или XRP для airdrop Solo. И вполне вероятно, что у токена Solo могла быть такая же судьба, как у токена Sunkbird. Как я вам уже показывал, цена с 55 центов обвалилась до 20. И все это произошло сразу же после снимка, который был необходим для участия в airdrop. Люди дождались этого дня, снимок был сделан, а потом сразу продали монеты. Так вот, чтобы с токеном Solo такого же не было, я считаю, что вся эта движуха и придумана. Еще 100 миллионов монет будет распределено по адресам кошельков, содержащих токен Solo на момент создания каждого снимка. Как вы понимаете, что все те, кто купили токен Solo по низкой цене и ждут снимка для получения airdrop не с токенами XRP, а с токенами Solo, они сейчас в более выигрышной позиции, потому что они, во-первых, получили хорошие иксы с токена Solo, у них теперь больше шансов и возможности получить большее количество монет Core, но с другой стороны, они также больше скованы теперь ожиданиями, нежели те, кто держит токен XRP. Первоначально токены Core будут распространяться через долговую расписку в XRP Ledger. И после запуска основной сети Corelum в августе 2022 года пользователи смогут проводить обмен токенами через шлюз, предназначенный для токена Core. В качестве альтернативы токены могут оставаться и существовать в XRP Ledger и продаваться на Sologenic DEX. Если ранее упоминалось лишь про Ledger, то теперь, когда упомянули еще и Sologenic, мы видим, что здесь можно принимать участие в торгах через Ledger, XUMAP, и это расширяет возможности получения airdrop, так как приложение XUMAP здесь очень хорошо работает. Здесь также есть формула, как будет начисляться сам airdrop, но поскольку все это может меняться, я даже не буду в это сильно вникать. Ссылку на эту статью я оставлю в описании под видео. Если вам интересно, заходите, читайте, разбирайтесь, но это все может измениться, поэтому сильно на этом заострять внимание не будем. Самое важное, что здесь стоит понимать, что токенами Solo не получится манипулировать, то есть покупать до снимка и продавать сразу же после, поскольку здесь будет снимок делаться в случайный день, в случайную дату и в случайное время. Но если вы не являетесь таким спекулянтом, то вам нечего переживать, поскольку здесь написано то, что все те, у кого есть растлайн, от них не требуется предпринимать никаких действий для участия в этом airdrop, просто держите монеты Solo на своих балансах и кайфуйте от дополнительной раздачи. Но очень важный момент, здесь также написано, что во время первоначального распределения долговых расписок Core, все участники должны создавать линию доверия со шлюзом Core, чтобы иметь возможность получать депозиты токенов Core. К сожалению, сделать этого пока что не представляется возможным, потому что здесь также написано, что более подробная информация об этом будет выпущена в конце января 2022 года. И если исходить из той таблицы, которая указана ниже, то первое начисление токенов будет уже в феврале 2022 года, а значит перед этим в конце января они выпустят дополнительную информацию, которая будет необходима для получения airdrop. И вот таким вот образом выглядит таблица, в которой мы можем видеть, когда будет сделан снимок и когда будет начисление, если этот снимок был успешный. Здесь мы видим, что каждый месяц будет это происходить, опять же, как указывалось выше, все это будет происходить в случайный день, в случайное время. Ну и соответственно, точно так же в общих чертах написан месяц, когда будет начислен airdrop, не написано конкретного дня. Поэтому всем тем, кто хочет получать данные монеты, не удастся перехитрить проект. И тут два варианта, либо держать токены соло на балансе, либо не участвовать в этом во всем, или же как вариант дождаться, когда получат токены соло, те, кто не знает про этот второй airdrop, сольют их, цена упадет и просто откупить токены соло по дешевке. Опять же, это не финансовый совет, поступайте так, как считаете нужным. Лично я так делать, скорее всего, не буду. Но если токен очень сильно откатится вниз, то, может быть, все-таки и прикуплю. Теперь очень важная информация для всех тех, кто для участия в airdrop соло держит свои токены на биржах. Например, на BitForex, BitRu, имеется в виду на обычных централизованных, которые поддерживают данный airdrop. Если вы хотите принять участие в airdrop Coreon, то держателям токенов соло, которые держат свои активы на биржах, должны будут сами периодически проверять, поддерживает ли эта биржа airdrop Core. Пока что вообще еще ничего не известно, вот они так и пишут, что сначала они обратятся к биржам и попросят их распространять токены Core. Однако, сообщество соло может помочь своим любимым биржам распространять возможность участия в airdrop. Таким образом, они явно намекают, что нужно спамить в социальных сетях, быть может, на каких-то форумах, о том, что мы хотим тоже, чтобы эта биржа, наша любимая биржа, поддержала раздачу этих монет. В общем, это намек для очень активной аудитории, чтобы они помогли распространить данную информацию. Ну и, собственно, попасть на эти биржи. Ну а запуск основной сети Coreon планируется аж в августе 2022 года, где пользователи смогут проводить обмен токенами через шлюз, предназначенный специально для токенов Core. Также здесь написано, что токены Core могут оставаться и существовать в XRP Ledger и могут торговаться на Sologenic, других децентрализованных биржах XRPL и централизованных биржах Partip Cating после завершения первого распределения в феврале 2022 года. Опять же, здесь подчеркивается, что первоначальное распределение долговых расписок, то есть распределение монет между участниками, требует от них линию доверия. Но более подробная информация обо всем этом будет выпущена в конце января. Это мы уже обсудили в принципе дважды, надеюсь, что вопросов по этому поводу не возникнет. Где брать этот контракт, как выставлять линию доверия, все это ждите, будет в конце января. А чтобы оставаться в курсе дальнейших обновлений, естественно, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Естественно, все это я тоже буду здесь освещать, но помимо всего этого прочего, оставлю ссылку на проект в описании под видео, заходите, может быть здесь какие-то новости будут. И безусловно, они будут в официальном твиттере, вот здесь это все тоже есть. Также оставлю ссылочку в описании под роликом, заходите, подписывайтесь, если еще этого не сделали, вот так заходите, нажимаете читать. И точно так же можно подписаться на твиттер Солодженик, здесь также будут выходить явно новости, которые будут связаны не только с этим проектом, но и с многими другими, которые также могут вас заинтересовать. Возможно, вы сидели, слушали про этот airdrop и так ничего и не поняли, что такое Corelum и для чего он нужен. Так вот, в двух словах, давайте я вам расскажу, что это такое. Corelum это блокчейн третьего поколения, уровень 1, созданный для использования в качестве базовой инфраструктуры будущих блокчейн-приложений. Это простое решение для устранения всех текущих недостатков и предоставления разработчикам необходимой инфраструктуры для создания любого децентрализованного приложения. Начиная от DeFi и Metaverse до игр и даже токенизации активов. Тут также говорится, что это будет помощью банковского обслуживания и денежных переводов финансовой отрасли. И самое важное, что Corelum сможет взаимодействовать с уже существующими блокчейнами, обрабатывая эффективные, безопасные, быстрые и устойчивые транзакции. В общем, больше информации они предлагают посмотреть на их сайте. Эту ссылочку я оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, изучайте. Также по ссылке, которая ведет на эту статью, вы сможете в самом низу посмотреть и другие новости, которые выходили по этому проекту. Вот, например, здесь рассказывается, что Corelum это современный блокчейн, уровня 1, быстрый и умный. Полную статью открываете, читаете. Вот здесь это займет у вас 18 минут, поэтому я не буду сейчас все это вам рассказывать. Но если вам все это интересно, то заходите, пожалуйста, читайте. Итак, еще раз напоминаю, что сейчас мы ждем AirDrop Solo. О том, как его получить, я рассказывал вот в этом видеоролике. И на данный момент биржи, которые поддерживают данный AirDrop, это биржа BitForex, биржа Bit.ru. А также сегодняшняя новость от биржи Binance гласит о том, что и она поддержит этот AirDrop. Но напоминаю, что на бирже Binance часто наблюдаются задержки по начислению монет, поэтому если рассматривать весь список бирж, которые поддерживают данный AirDrop, я бы на вашем месте остановился на бирже Bit.ru. Ссылка на которую будет также в описании под роликом. Ну а самое удобное, естественно, это быть обладателем кошелька Ledger, где также можно принять участие в AirDrop. И если у вас еще до сих пор нет этого кошелька, то в описании под видео есть такая ссылочка Ledger с магазина производителя. Если сюда нажать, то попадаете на страницу производителя, именно на того производителя, который выпускает эти кошельки, а не того, который их перепродает. И, собственно, заказываете нужную вам продукцию. Лично у меня кошелек Ledger Nano X, и я его покупал также здесь. Сейчас он стоит по цене 119 евро. Кстати, если зайти на главную страницу канала, то здесь также есть кнопка Buy Ledger, нажав на которую вы тоже попадете на этот сайт, то есть на сайт производителя. Очень полезная штука, если у вас еще такой штуки нет, то обязательно приобретайте, потому что, как видите, что сейчас с ней будет намного проще получить AirDrop от проекта Corel, потому что все те, у кого есть Ledger, им будет проще принять участие в этом AirDrop. Конечно, можно воспользоваться кошельком XUM, но сами понимаете, что такое Ledger и что такое XUM. Лично я больше доверяю Ledger. И также всех вас приглашаю в свой телеграм-канал, где публикуются очень интересные вещи. Например, я уверен, что немногие из вас знают про такую новость, что создан канал по AirDrop. То есть есть основной телеграм-канал, а теперь есть еще и канал, где публикуются всякие различные AirDrop. И вот заходите, смотрите, здесь подробные инструкции, как куда залететь и как принять участие. В общем, если остались какие-либо вопросы, смело пишите их в комментариях, потому что мое видео подходит к концу. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то вы знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех. Продолжение следует...